Субтитры делал DimaTorzok Если вы оказались в Корее, то почему бы не попробовать провести свободное время в корейском стиле, да еще и в отдельной комнате? В Корее вполне обычной является ситуация, когда взрослые дети живут вместе со своими родителями. При просмотре понравившейся вам пикантной корейской дорамы вместе с друзьями, в самый неподходящий момент в комнату вполне может зайти бабушка. Даже просто посидеть перед телевизором без того, чтобы ваш отец испортил вечер своими неудачными шутками, довольно затруднительно. Это и стало причиной появления такой вещи, как бан. Слово бан в переводе с корейского означает «комната» и в первую очередь ассоциируется с личным пространством. В Корее есть места, где вы сможете не беспокоиться о том, что вам помешают и делать все, что душе угодно. В прошлом основная их часть имела образовательный характер, что-то вроде классных комнат. Но со временем идея бан получила развитие, разнообразив тем самым формы проведения досуга. Первое место – это Джим Джильбан, корейская баня. Корейские бани, они же Джим Джильбан, часто служат местом для встреч с друзьями и совместной ночевки. За скромную плату в районе 10 тысяч вон, около 10 долларов, вы получаете комплект одежды, полотенца, возможность принять душ и доступ к парилкам. Как правило, в парилку заходят минут на 15, чтобы хорошенько пропотеть. После чего идут в прохладный общий зал, чтобы охладиться, посмотреть телевизор, просто полежать и расслабиться. Зачем еще один заход в парилку, после которого можно навестить кафетерий и заказать порцию освежающего нэнмён? Или холодной лапши. При желании вы можете ходить в парилку, пока вам не надоест. После чего со спокойной душой лечь спать в одной из находящихся тут же общественных спальных комнат. Матрасами вас обеспечат. Но предупреждаем, в Корее, как и в других странах, встречаются громко храпящие во сне люди. Второе место – PCBAN, интернет-кафе. Вам известно, что в Корее существует необычайно развитое игровое сообщество. Многие из лучших игроков мира по компьютерным играм – это выходцы из Кореи, и большинство из них начинало в PC-банах. В корейском варианте интернет-кафе они ориентированы по большей части на игроков. Сев за понравившийся компьютер, вы можете выбрать одну из многочисленных игр. Если вы не игрок, то можно воспользоваться PC-банами для доступа к интернету по низкой цене – около 1500 вон за час. Вот только вам, возможно, будут мешать раздающиеся рядом выстрелы и шумные соседи. Третье место – DVD-BAN, видеосалон. Вам всегда хотелось иметь домашний кинотеатр? Может, вы и не можете позволить себе купить его, но вполне способны взять в аренду. По своей сути, DVD-BAN – это личные домашние кинотеатры с проекторами, объемным звуком, удобными диванчиками и огромным количеством DVD на любой вкус. Цена варьируется от 10 до 20 тысяч вон в зависимости от фильма. Часто поговаривают, что в DVD-BAN идут молодые люди, которые не могут себе позволить снять комнату в гостинице, но все равно не прочь посмотреть кино. Четвертое место – Норэбан, караоке-бар. Мало кто о них не знает. Норэбаны можно найти практически в любой части Кореи. Главная прелесть караоке-бара в Корее, да и вообще в Азии, в том, что вам предоставляется отдельная комната, где вы можете подурачиться от души, и кроме друзей этого никто не увидит. Постоянно обновляемый список песен в популярных Норэбанах это делается практически еженедельно, и присутствующий везде бубен позволяет вам спеть что-нибудь из новинок кей-попа под звон бубенцов. Даже если вы не фанат кей-попа, то сможете подобрать себе песню из репертуара исполнителей прошлых десятилетий, таких как Beatles, Elvis Presley и многих других. Если же вы недостаточно уверены в себе, чтобы петь даже перед друзьями, то вы вполне можете выпить пару бутылочек пивка, которые продаются в большинстве Норэбанов. Видимо, оно позволяет поверить людям, что их голос звучит лучше, чем на самом деле. Пятое место. Манхвабан. Комнаты с комиксами. Манхвабаны существуют уже почти полвека, и представляют корейским детям и просто фанатам уникальную возможность прочитать все комиксы, которые их душа пожелает. Зачастую, вместо покупки комикса ради одного единственного раза, когда они прочтут его, корейские дети выбирают поход в Манхвабан, где за очень незначительную сумму они могут прочитать комиксы в читальном зале, либо взять их на прокат и пойти домой. Если вы соберетесь в Манхвабан, то вам следует помнить, что тамошние комиксы на корейском языке, и вокруг вас будет множество детей. Шестое место. Геймбан. Игровая комната. Проводить время с друзьями вне дома корейцы могут не только за просмотром телепрограмм и фильмов, но и просто за настольными и карточными играми. Все, что вам надо, это просто прийти в Геймбан. В большинстве из них вы сможете купить напитки, включая пиво, и различные закуски. Выбор игр обширен. От классических монополий, шашек, шахмат и прочего, до довольно-таки редких. Но какая разница, если есть такая игра, как Дженго? Седьмое место. Пыльс и бан. Зал видеоигр. Основные посетители – это мальчишки, у которых либо нет игровой приставки дома, либо их родители считают, что на первом месте идет учеба. Тут вы можете найти как новинки, так и популярные игры прошлых лет. К каждой приставке прилагается приличных размеров плоский телевизор, да и никто не станет ограничивать вас с количеством джойстиков. Восьмое место. Мультибан. Мультисалон. Это отец всех остальных банов. Мультибан, как вы уже догадались из названия, это комната, где вам предложат множество разных развлечений. Вы можете смотреть кино, играть в видеоигры, исполнить пару-тройку песен в караоке, просто посмотреть телевизор или ползать по просторам интернета. И хотя мультибаны появились довольно недавно, но они наиболее интересны. Цена практически не отличается от других банов и колеблется в районе 10-20 тысяч вон за час. Тут же можно приобрести напитки и закуски. Мультибан, без шуток. Отличный вариант, чтобы потратить свое свободное время в Сеуле, если нечем заняться. Надеемся, что теперь вы всегда найдете, чем заняться в Сеуле и проведете время, как настоящий кореец.